Итак, у тебя сделан мастеринг, приготовлен пресс-релиз, медиакит и написана биография. Ты сделал обложку альбома и выбрал дату релиза. И я надеюсь, что ты уже разобрался с авторским сообществом и выбрал своего дистрибьютора. В общем, все готово к публикации твоего релиза. В этом видео я покажу тебе процесс регистрации релиза на платформе дистрибьютора. Для этого примера я буду использовать CD Baby. Во-первых, CD Baby заслужил наше с тобой уважение, так как является самым бывалым независимым цифровым дистрибьютором в мире. Во-вторых, у них есть Pro Publishing опция, которая покрывает большинство роялти и регистраций в сообществах, что поможет тебе держать все под одной крышей, если вдруг ты решил выпускаться через них. В-третьих, публикация через CD Baby включает в себя почти все возможные поля и вопросы, которые сможет задать тебе дистрибьютор при регистрации. Что даст мне возможность лучше объяснить все, что нужно знать при публикации релиза. Но ты можешь использовать любого другого дистрибьютора, ведь процесс публикации очень похож между ними, и поля для заполнения тоже будут схожи. Итак, мы находимся на главной странице CD Baby. У меня уже есть аккаунт, но если ты решил выпускаться через них, то тебе стоит сначала зарегистрироваться. После регистрации смело жми на Add New Title, или добавить новое название, то есть твой релиз. Тебе предложат выпустить альбом или сингл. Небольшое отступление. Синглы выпускать дороже, чем целый альбом. Но промоутить синглы намного проще. Для примера я буду выпускать сингл. Далее тебе предложат опцию выпуска. Стандартный выпуск сингла стоит всего 9 долларов 95 центов, но не покрывает сбор издательских роялти. А ведь именно в этом CD Baby и силен. Было бы глупо не воспользоваться исключительными функциями CD Baby Pro Publishing. Они включают в себя регистрацию твоего релиза в издательских компаниях, сбор издательских роялти и механических роялти. О всех них я рассказывал в видео про роялти. Правда, регистрация в авторских сообществах доступна лишь для жителей США и Канады. Насколько я знаю, OneRPM могут зарегистрировать тебя в авторском сообществе за тебя. Если ты выпускаешь через другого дистрибьютора, то обрати внимание на их премиум выпуски. На моем опыте это всегда того стоит. Итак, выбираем опцию Pro Publishing. Теперь тебе нужно внимательно заполнить все существующие поля в разных секциях. Выбираем язык лирики песни. В моем случае это английский. Заполняем имя артиста. Название сингла. И выбираем дату релиза. Рекорд лейбл. Если ты выпускаешь музыку сам, то оставляешь поле пустын. Так же, как и копирайт оунер, то есть владелец авторского права. Далее тебя спросят, есть ли у тебя бар-код. Или же ты хочешь получить его за дополнительные 5 долларов. Бар-код – это уникальный код, который присваивается каждому выпуску. Без него тебе музыку не выпустить. Я не хочу создавать бар-код сам через другой сайт. Поэтому я выберу вторую опцию и заплачу 5 долларов. Сохраняем и продолжаем. Далее читаем и подписываем соглашение с дистрибьютором. Если ты выпускаешь музыку впервые, то настоятельно советую потратить время и почитать соглашение. То же самое и с издательским соглашением. Итак, теперь нам нужно заполнить информацию о треке. Артист на этом треке я. И это поле уже заполнено автоматически. Parental Advisory. Это вопрос про ненормативную лирику. Если у тебя в песне присутствует ненормативная лирика, и ты выберешь Yes, то рядом с твоей песней на стримингах будет стоять значок Explicit. Это позволяет, например, родителям блокировать ненормативный контент на девайсах своих детей. Им эта песня просто не будет появляться. У меня ненормативной лирики нет. Выбираем язык лирики. Является ли трек лайф-версией, то есть записью живого выступления. В моем случае нет. Далее нужно выбрать тип композиции. Оригинальная композиция, кавер или паблик-домейн. В моем случае это оригинальная композиция. Далее нужно добавить композитора, то есть того, кто написал песню. Если композиторов несколько, то нужно добавить всех. В моем случае композитор и я. Далее нужно указать, что именно композитор внес в трек. Музыку или лирику. Или и то, и другое. Сколько процентов от композиции принадлежит данному композитору? Если композиторов несколько, то в зависимости от договоренности с другими авторами, процентное разделение может быть разным. Имеет ли автор издательскую компанию для этой композиции? У меня нет издателя. Я хочу, чтобы CD Baby выполнял роль издателя за меня. Поэтому выбираем «но». Сохраняем и продолжаем. Далее тебя попросят указать два жанра твоего релиза. В моем случае это поп и, скорее всего, рок. А также нужно указать подразделения выбранных жанров. Предположим, поп-рок и adult alternative pop-rock. Далее нужно выбрать настроение твоего релиза. Обращу твое внимание на то, что очень важно указывать правильные жанры и настроения. Так как это, по сути, станет твоей метадатой на всех платформах, на которых появится твой трек. И поможет слушателям находить твой трек намного проще. Далее выбираем локацию артиста. И указываем похожих артистов. Это также является важным полем для заполнения, хоть и является необязательным. Это поможет стримингам связать твой трек с другими похожими артистами. И поможет алгоритмам доставить твой трек правильным слушателям. Сохраняем и продолжаем. Далее тебя спросят, есть ли у тебя ISRC код, или ты хочешь, чтобы CD Baby сам присвоил тебе ISRC коды. ISRC код это что-то вроде UBC кода, но присваивается к каждому отдельному треку. Ты можешь получить его у своего авторского сообщества. Но на CD Baby эта функция абсолютно бесплатна, поэтому я выберу первую опцию. Далее тебя спросят, на каких сервисах ты хочешь разместить свой релиз. Ты можешь либо вручную выбрать сервисы справа, либо выбрать одну из предложенных опций. Сервисы стримингов и скачивания трека, например iTunes, только загрузки или все сервисы даже неоплачиваемы. Я всегда выбираю все сервисы, включая те, которые не платят музыкантам. Я хочу, чтобы мой трек появился перед как можно большей аудиторией. Захотят слушать мой трек или захотят скачать его и использовать для своего видео, мне только лучше. И тебе советую выбрать именно эту опцию. Далее можно указать территории, на которых ты хочешь выпустить свой релиз. Честно говоря, не знаю, зачем нужна такая функция. Я всегда выбираю все территории и страны. Далее тебе предложат выбрать дополнительные способы монетизации твоей музыки. Сюда входят лицензии на синхронизации, YouTube монетизация и Facebook и Instagram монетизация. CD Baby просто спрашивает разрешение собирать все перечисленные вознаграждения за тебя. Это очень удобно, ибо все твои роялти будут сконцентрированы на CD Baby. Поэтому советую выбирать все. Далее тебе нужно будет загрузить обложку твоего релиза. Она уже готова и находится в твоей папке активов, если ты выполнил инструкции из 10 урока. Обрати внимание на требования к формату обложки. Мы уже об этом говорили ранее в курсе. Но лучше проверить еще раз, так как требования могут меняться со временем. Итак, загружаем обложку. Сохраняем и продолжаем. Далее тебе нужно загрузить твой мастер аудиотрек. Он также находится в твоей папке активов. Еще раз проверь требования к аудиофайлу перед загрузкой. Когда ты добавишь аудио мастер файл, ты попадешь на последнюю страницу обзора твоего выпуска. То есть это последний шанс проверить всю информацию. Проверь дважды, чтобы не пропустить ошибки. Ведь после выпуска ты уже не сможешь ничего изменить. В разделе Distribution ты сможешь увидеть список всех сервисов, куда будет доставлен твой релиз. В данный момент в поле Статус указано, что доставка еще не началась. Как только ты оплатишь свой релиз через CD-Baby, статус поменяется на Pending Delivery или В ожидании доставки. И после доставки поменяется на статус Delivered, то есть Доставлен. Так ты сможешь узнать, когда твои треки будут доставлены на все возможные платформы. В следующей главе я расскажу тебе про регистрацию на сайте Spotify для артистов. Именно здесь ты сможешь посмотреть, когда твой трек будет доставлен на Spotify, чтобы ты сразу смог зарегистрироваться на их сайте для артистов. Как только ты проверил всю информацию, нажимай Pay Now, оплачивай и жди поступления твоего релиза на стриминге.